Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Продолжается программа «Дневной разворот» в Кирове. Светлана Удельная, Игорь Рысев на часах 12.08. Переходим мы ко второй теме на сегодня. Будем мы говорить о том, что кировским волонтерам придется вставать на учет. Но не только кировским. Кировским российские сенаторы внесут на рассмотрение Госдумы законопроект, как раз обязывающий волонтеров регистрироваться в специальном реестре. Наш номер 708-502. Слушатели, звоните к нам. Что вы думаете по этому поводу? Это прямой эфир. И также заходите к нам на сайт www.kirovo.ru. Там вы найдете онлайн-радиотрансляцию, также видеотрансляцию там же. И еще мы для вас подготовили опрос, что вы готовы делать бесплатно. Несколько вариантов ответов можете найти на сайте. Пожалуйста, проголосуйте. В конце программы мы озвучим результаты. Есть у нас еще и номер для ваших смс-сообщений. 8-909-720-101-0. Пишите, подписывайтесь в начале вашего сообщения. В гостях у нас Олег Ткачев, председатель Совета Кировской областной общественной организации Молодежный творческий центр, член общественной палаты Кировской области. Олег, добрый день. Добрый день. И также Нина Ершова, руководитель Центра социально-психологической помощи детям, подросткам и молодежи. Здравствуйте. Да, ну что вы думаете по этому поводу, о том, что нужно будет заключать такие вот договоры? Ну и вообще вся эта ситуация с регламентацией работы волонтеров в каких-либо ситуациях или каких-то объектах? Ну, ситуация, она чисто законодательная. Дело в том, что в России постоянно меняется законодательство, регламентирующее деятельность некоммерческих организаций. У нас есть понятие добровольческой деятельности, которое прописано в законе о благотворительной деятельности. В принципе, мы уже более-менее привыкли работать с этим понятием юридическим. Однако, не так давно появилось новое понятие, понятие волонтер, то есть выделено как юридическое понятие. Это появилось с принятием федеральных законов, которые нацелены на работу над такими крупными мероприятиями, как универсиада в Казани и сочинская олимпиада. То есть вот для этих мероприятий отдельное федеральное законодательство прописало юридическое понятие «волонтера». Ну и появилась такая вот двусмысленность. Что считать добровольцем, что считать волонтером, когда разные правовые статусы в разных документах в федеральном уровне прописаны. И возникает много вопросов, также неурегулированных по работе добровольцев, связанных с компенсацией фактически понесенных затрат и социальных гарантий по этой деятельности. Вместе с тем, как бы добровольческая деятельность — это в любом случае деятельность, которую человек захотел сделать сам на свой страх и риск, сделать что-то доброе. То есть не ожидая за это оплаты или каких-то материальных выгод. Вот волонтер и доброволец, они чем отличаются от себя по смыслу? То есть юридически, я так понимаю, что это каким-то образом разграничили, эти понятия? Эти понятия не то что разграничили, наоборот, всех запутали. На самом деле я не склонен давать какие-то четкие определения и трактовки, что вот эти два понятия должны чем-то друг от друга отличаться. Просто наше законодательство как тришкин кафтан. То есть под конкретную ситуацию прописали отдельную норму, чтобы было так удобнее проводить конкретные совершенно мероприятия. А то, что как бы в стране нужна целостная система, целостная система поддержки людей, которые по собственной инициативе делают что-то полезное, ну об этом задумываются, но, к сожалению, не в том органе, который принимает законы. — Я думаю, что есть разные представления о том, кто такой доброволец, кто такой волонтер. Но на самом деле это одно и то же. С точки зрения юридической, правильно Олег сказал, но с точки зрения бытовой, волонтер в переводе с французского — это доброволец. — Но вот как-то в школе меня тоже так учили, что нет различия между ними. — Да, нет различия, может быть, как раз в связи с тем, что вот универсиада и Олимпиада, это же международного уровня мероприятий, соответственно, может быть, привели вот в соответствии с тем, как во всём мире называют тех, кто добровольно оказывает кому-либо помощь. На самом деле слово «доброволец» — наше российское понятие, и мы вполне его слышали в разные исторические этапы развития нашей страны. Но «волонтер» — оно появилось в 90-е годы, когда было так, как сказать, «модно», в кавычках, наверное, отказываться от всего советского прошлого. И слово «волонтер» вошло в практику, и первых людей, которые добровольно оказывали помощь, называли волонтерами. В середине где-то 2005-2006 стали возвращаться к слову «доброволец», и оно, конечно, несёт больше понятнее смыслов для всех наших людей. — Ну вот может быть, потому что, вспоминая ситуацию с Крымском, когда туда пытались собрать людей, и когда все СМИ, в том числе и мы, тоже говорили о том, что происходит сбор волонтеров на помощь городу туда, то люди потом впоследствии, когда узнавали, что им платить ничего за это не будут, они просто, например, стали отказываться туда. — Да, для большинства это непонятно, кто такой волонтер. Хотя слово «доброволец» всем понятно, и сегодня, я думаю, что добровольное, добровольчество, как социальное явление, стало широко распространено в нашей стране, хотя, по данным разных социсследований, где-то порядка 6% населения нашей страны готово заниматься и занимается добровольческой деятельностью. Хотя на Западе, в других странах этот процент значительно выше. — 708-502, номер прямого эфира. Можете позвонить нам и выразить свою точку зрения, свое мнение по поводу... — Кто такие добровольцы, кто такие волонтеры, если между ними разница. — Вы хотите за это получать какие-то льготы, деньги, компенсации или что-то прочее, либо если у вас есть какой-то душевный порыв, вы должны и обязаны, наверное, следуя ему, делать это исключительно бесплатно. — Да, ну то есть либо жесткое револирование волонтерской деятельности может просто привести к тому, что бескорыстно помогать нуждающимся, в общем-то, и никого и не будет, да? То есть вот как-то нивелируется само понятие, да? — И 8909-720-101, это номер для ваших СМС, по этому же поводу вас спрашиваем, обязательно подписывайтесь лучше в начале СМС, тогда я буду их зачитывать. Ну, мое мнение, на самом деле, двойственное по поводу принятия этого закона. На самом деле, учитывая, может быть, степень подготовленности нашего общества, в принципе, к работе добровольцами, вот будем использовать тогда этот термин, он нам ближе, каким-то образом регламентировать их работу все-таки надо. Вот вы говорите о системе, ну, некой системе, которая бы внутри работала самой себя. Кроме как законом, каким образом еще можно эту систему построить? — Ну, на самом деле, совершенно не требуется закон, чтобы люди взяли и со своим желанием пошли что-то сделали. Закон необходим для того, чтобы этим людям при необходимости делать какие-то компенсации понесенных ими затрат. Или если что-то случится, то, допустим, оплатить им банально больничный лист, если произошла какая-то травма. То есть это просто особенности делопроизводства тех организаций, которые организуют труд добровольцев. Это совершенно никаким образом не относится к тому, сколько человек пожелало сделать какие-то полезные вещи, сколько вышло и действительно сделало. То есть это не говорится ничего о мотивации людей. В плане принятия этого закона, то есть, знаете, вот история такова, что изначально закон разрабатывался опытными людьми, там, Дарья Милославская, юристы за гражданское общество. Но когда вот свою текстовку предложили, то есть там действительно это было закрытие неких юридических дыр при работе организаций, работающими с добровольцами, волонтерами, там, как угодно можно называть. То есть эти дыры есть, их необходимо закрывать. Был подготовлен текст, однако этот текст там претерпел такие изменения, что Совет Федерации переписал, собственно говоря, его по новой, и появились такие непонятные вещи, как уполномоченный орган, который должен вести отдельный реестр волонтеров. То есть как бы для чего это? Ну, вот те люди, которые разрабатывали итоговую редакцию этого законопроекта, они объясняют тем, что чтобы помогать там волонтерам-добровольцам и тем организациям, которые с ними работают, чтобы вот через этот сплошной реестр выяснять мнение, как бы им еще помочь. Вот, но на самом деле мы понимаем, что создается отдельная бюрократическая структура, отдельный реестр, вот, и, кстати говоря, практика создания различных реестров, вот, законодательно объявить, что мы создаем реестр вот таких-то вот организаций, да, стало таким модным трендом там нашего законодательства. То есть создано уже очень много всяких разных реестров, там, и иностранных агентов, и там, не весть кого. То есть если не знаем, что делать, то надо придумать и всех записать в отдельный реестр. А что с этим реестром делать дальше, и где он конкретно пригодится, подумаем чуть позже. Знаете, я тут вспоминаю, недавно я тут узнала о том, что у культурных учреждений есть такое понятие, сколько нужно человека оккультурить за какой-то промежуток времени и департаменту отчитаться. Мы должны оккультурить, вот нам даже есть такое понятие оккультурить. Есть определенное количество людей, вот сколько нужно оккультурить. И мне сразу проводится такая параллель, тоже будут какие-то нормативы, а сколько должно быть волонтеров, сколько людей должны проявить себя с такой доброй позицией. У меня, знаете, какое ощущение, что все-таки этот реестр так или иначе сам по себе может быть все-таки имеет право на существование. Просто потому что, к примеру, если ты доброволец, и вот все-таки вспоминает от Крымска, туда люди едут, и они не знают, куда приложить свои силы, то есть что делать. Они вроде что-то умеют, но им никто ничего не говорит. Они носятся, что-то бегают, предлагают свои услуги, но при этом, к примеру, уже никто в них не нуждается, туда вся страна съехалась. И этот реестр поможет выяснить, вот есть человек, он умеет тот-то, тот-то, по профессии он тот-то, и можно ему позвонить, сказать, что вот нужна твоя помощь. Если ты можешь, приезжай, к примеру. Да, ну и плюс, если будет, может быть, заключать такой договор, то какие-то риски, да, можно, ну, как-то защитить человека, да, потому что в этот же Крымск куда человек едет, что там с ним будет. Да, то есть с этой позиции это все-то плохая идея или нет? С этой позиции, да, но с другой, получается, все равно, я скажу, что мне кажется, мы все равно себя загоним, как много у нас получается вот в эти бюрократические вот эти вот какие-то вот такие моменты, когда люди скажут, ой, да это слишком много бумаг, не поеду. Я не в Крымск, никуда, никуда не поеду, ничего не хочу делать, потому что слишком вот нужно будет все это как-то. Люди ехали в Крымск без всяких реестров, люди приезжали и находили себя, где они могут себя приложить. То есть там, если государственные органы прямо на месте могли организовать работу людей, вот, приехали помощники, вот, если смогли специалисты организовать работу помощников, то организовали. Если не смогли, если не знали, куда девать приехавших людей, то, извините, тут никакой реестр не поможет. Ну, может быть... И это каждый человек, да, без реестра, без документов, без разницы в том, как он называется, волонтер или доброволец, он это делает по зову своей души. Второй ракурс – это добровольчество как инструмент. Инструмент для решения каких-то проблем, социальных проблем, проблем политических, ну, и разных других. И здесь уже как инструмент его могут рассматривать разные стороны, там, политические силы, общественные движения, государство, соответственно, тому, как они видят, что это такое. И с этой точки зрения, конечно, добровольчество нужно, чтобы оно было каким-то образом как мощная сила, преобразующая социальные какие-то негативные явления в жизни. С одной стороны, подзащита, и с другой стороны, управляемое. И с этой точки зрения, я думаю, что закон, он вот как раз будет играть ту роль, которая предназначена ему. Поэтому, если человек, я не думаю, что это будет каждый обязательно должен зарегистрироваться, если я хочу сделать доброе дело, но с точки зрения какой-то базы данных, например, о специализации людей, имеющих определенный опыт в той или иной сфере, определенные знания, это будет слесообразно и необходимо. У нас все временем на линии появилась Светлана Журова, член Совета Федерации от Кировской области. Олег, Светлана, добрый день. Да, добрый день. Да, ну вчера вы уже на дожде высказывали свою точку зрения. Расскажите нам вашу точку зрения по поводу вот таких новшеств. Регистрация специально в месте. Жаль, у меня вчера на дожде, может быть, было слишком эмоционально и очень коротко, потому что я знала, что у меня там есть пять минут на все. И я немножко забила этого бедного волонтера, который пытался мне оппонировать, и у него, наверное, не очень-то получилось. Хотя, честно скажу, мы потом с ним вышли с передачи и договорились о взаимодействии и так далее. Потому что вот если вы заметили, даже этот парень, волонтер, он как бы говорил о том, что все равно ему в каких-то моментах он чувствует, что ему нужна помощь государству. Например, по тем же автобусам, которые приходится оплачивать самим ребятам, которые далеко не богатые люди, да, не студенты. Они хотят помочь бескорыстно, но автобус оплатить у них, наверное, не хватит средств. И вот как раз закон направлен на такие случаи, когда люди хотят бескорыстно помочь, но вот организационные траты, они на себя нести им очень тяжело. Или надо какое-то время, чтобы собрать опять же с каких-то людей деньги для того, чтобы, например, оплатить этот автобус, чтобы доставить там до места уже там ЧАЭСа. Или оплатить какую-то экипировку дополнительную. То есть, в принципе, мы даже когда разговаривали с волонтерскими организациями, вот они говорят, нам ничего не надо. Потом, когда начинаешь с ними более подробно говорить, понимаешь, что, в принципе, им нужны какие-то деньги. Но дальше есть нюанс. Без закона государство, по большому счету, просто так деньги отдать не может. Мои, как бы, опять же, там, оппоненты мне начинают говорить, можно через гранты? Я говорю, наверное, можно. Но грант разыгрывается в основном раз в год. Это какую-то определенную деятельность. И если вдруг происходит какая-то ситуация, где срочно нужны волонтеры или добровольцы, то уже на эту срочную ситуацию деньги из этого гранта, скорее всего, выделить будет нельзя. Потому что потом ты за них не отчитаешься. И так далее. Поэтому понятно, что у государства должны быть какие-то фонды и в муниципальных образованиях, например, да, и там в каких-то городах, и в федеральном уровне. Должны быть какие-то фонды, рассчитанные на помощь вот такой оперативной волонтерам, даже в каких-то вот таких организационных моментах. Не через гранты, а еще какая-то другая форма. Но если мы это не будем делать через закон, то, по большому счету, конечно, это будет очень сложно сделать. Вот я знаю, что в Кирове, когда объединились ребята и хотели поехать в Крымск, они, в принципе, пришли, говорят, вы знаете, вот мы готовы поехать, у нас нет там денег на дорогу. А им резонно сказали, ну, вы понимаете, мы вам из бюджета эти деньги на дорогу дать не можем. Так вот, закон как раз направлен на то, чтобы вот эти деньги на дорогу этим волонтерам в Крымск, когда вот это нужно, все-таки государство могло выделить. И они не будут не облагаться налогом, не заставят этих ребят платить этот налог и так далее. Потому что, в принципе, это получается прибыль для человека, если ему, например, оплативают дорогу. Поэтому этот закон все равно выборочный. И я могу сказать, что там даже есть... Просто его, знаете, многие не читали, не видели. Он сегодня должен сейчас буквально в ближайшее время появиться на сайте Совета Федерации для того, чтобы могли еще обсудить. И, соответственно, там даже есть такие моменты, когда говорится о том, что если вы хотите заниматься волонтерской деятельностью и не получаете, как и не получали там помощь от государства и не рассчитываете на нее, пожалуйста, занимайтесь. И в законе это прямо прописано. И никто вам это не запрещает делать. Никаких проблем нет. И даже, знаете, есть такой вот интересный пункт один. В самом начале, где говорят про основные положения, что отдельные добровольческие акции, осуществляемые на основе семейных, дружественных или дробно-соседских отношений, не являются предметом регулирования настоящего закона. То есть даже тогда, когда вы хотите сделать какие-то акции и считаете, что государство прибежит и запретит, то как раз этим законам и говорится, нет ничего подобного. Если вы хотите что-то сделать, делайте, пожалуйста. Поэтому это распространяется только на тех, кто организовался, кто завел волонтерскую книжку, кто хочет быть вот таким, скажем, зарегистрированным волонтером. Дальше. Очень важный момент, который я считаю, что вот закон... Во-первых, вопрос тут дальше, знаете, идет как? Нужен ли вот такой комплексный закон или нужны изменения в разное законодательство? Вот очень много было споров с волонтерами именно в этой части. Они говорили, делайте изменения в разное законодательство, и не надо для этого делать целый большой там закон. Так вот, например, будет создан федеральный ресурс, где человек может зарегистрироваться, сказать, например, я, там, Вася Иванов, я умею вот это, вот это, вот это. Соответственно, на этом сайте будет, соответственно, также список мест или задач, или куда человек себя может применить. То есть это будет единый портал, где человек, который, например, есть свободное время у него, он хочет помочь, но он реально не знает, с кем связаться, куда пойти, что сделать. И там будет информация, что вот здесь есть какие-то работы, которые нужно выполнить, вот здесь нужна помощь, вот здесь нужна помощь. То есть появляются не сайты какие-то отдельные, когда человек пытается в интернете, например, найти эту информацию, а будет единый портал, который будет известен там всей России и всем, кто хочет стать добровольцем. Светлана, я так понимаю, что это все необходимо будет нужным образом обслуживать. То есть это будет какая-то большая разветвленная организация, которая будет взаимодействовать и с волонтерскими каким-то движениями, организациями, добровольцами отдельно. То есть, что это будет за организация такая? Для этого как раз и нужен закон, потому что у нас невозможно никакому министерству просто так дать полномочия. Поэтому в законе тоже прописано, что будет некий уполномоченный орган, федеральный орган власти, который будет за это отвечать. В законе говорится, что правительство определится, какой это будет орган. Соответственно, может быть, это будет какая-то некая межведомственная комиссия, которая будет уполномочена как раз вот этим заниматься. И будут люди, которые будут на федеральном уровне вот эту политику волонтерства курировать и, соответственно, ее продвигать. Что немаловажно. Потому что видите, как активно у нас граждане стали сейчас вовлекаться в общественную жизнь. И, кстати, на самом деле, по подсчетам международным сейчас, Россия находится на восьмом месте по количеству волонтеров. На удивление. Понятно, что, может быть, относительно населения, это у нас не очень много, но вот количество людей, которые занимаются сейчас волонтерской деятельностью, мы восьмые в мире. То есть это достаточно серьезный показатель. И уже это вышло, может быть, из такого... Ну, людям нужно уже информации больше. Нужна какая-то достоверная информация. Вот что важно. И поэтому, если это делают какие-то просто сайты, вот вы зайдите сейчас, попробуйте найти добровольческую деятельность. Огромное количество сайтов, которые открывались очень давно, уже не существуют, видимо, получали какие-то гранты, организации уже не существуют, вы миссию какую-то свою выполнили, и деньги уже не идут, и они не занимаются этой деятельностью. Ну, это понятно. Тут просто... Да, и вот здесь важна централизация такая определенная. Самый-то главный вопрос в чем? Многие сомневаются в нужности закона именно потому, что вот благодаря, в кавычках, чиновникам, теперь будет сложно попасть, к примеру, на место того же происшествия или так далее из-за бумажной балакиты. А вот здесь правильно. А вот здесь надо поподробнее. Действительно, в зону происшествия должны попадать все-таки подготовленные люди. И по тем направлениям, которые действительно в этой зоне происшествия нужны. Вот знаете, во всем мире не пустят человека, непонятно кого он в зону происшествия. Это абсолютно нормально. Вот вы просто задумайтесь, потому что, в принципе, там нужны квалифицированные в том числе люди. Так вот, опять же, говоря об этом, будет просто, знаете, вот понимание, да, у государства сразу, вот кто нужен в этой ситуации. И эти волонтеры, которые уже понимают, что они умеют это делать, и они подготовлены для этого, они туда едут и помогают. Поэтому вот это очень важно, правда. И мы должны это вот понимать, что нужны медики, значит, медики туда приедут и помогут волонтеры. Нужны, чтобы разгребать завалы, там тоже определенная подготовка нужна. Значит, поедут те люди, которые умеют это делать. Просто тут вот этот момент очень важный, потому что, в принципе, на ЧАЭСах не только нужно быть добрым и замечательным, да, и хотеть вот помочь. Но, знаете, это как вот рекомендуют, когда, например, происходит авария, да, и человеку говорят, вы лучше подождите действительно скоро, потому что вы начнете, если вы некомпетентны, если вы не имеете определенного образования, вы не должны человека из машины даже вытаскивать. Вы можете ему переломать еще, ну, там, какие-то... Ну да, ну это понятно, в принципе, это справедливо. И так далее. Светлана, ну и еще один... То же самое, надо быть очень аккуратным, в том числе на ЧАЭСах. Еще один, последний, наверное, вопрос к вам. В законе как-то прописана затратная часть средств, которые будут выделяться на это? Да, вот смотрите, здесь есть очень важный момент. Дело в том, что все сейчас очень сильно, скажем, ну так, мутились этим законом, но я вам хочу сказать, что, во-первых, очень долго все это обсуждалось, и уже превратилось, знаете, такое бесконечное обсуждение, хотим-не хотим, и просто комитет по социальной политике сейчас просто этот закон от Совета Федерации направил на отзыв, где прописано финансово-экономическое обоснование. Так вот, финансово-экономическое обоснование говорит о том, что нужны там определенные деньги. И это в бюджете не заложено. Поэтому я предполагаю, что сейчас даже в данный момент времени, вот мы ломаем копья, да, но нам правительство может сейчас сказать, что на это не предусмотрены деньги, поэтому, может быть, даже, я так гипотически предполагаю, отрицательный отдых правительства только в связи с тем, что нету финансов. Потому что сейчас этот законопроект пойдет в Министерство финансов, Министерство спорта, Министерство образования, где все эти министерства должны высказать свое мнение насчет этого закона. Средства в бюджете на 13, 14, 15 не предусмотрены на эти цели. Поэтому я смею предположить, что правительство может об этом сказать. А дальше будет какое-то некое решение. Будет этот закон идти дальше или нет? Потому что Совет Сибирации не может его принять до того момента, пока даже послать в Государственную Думу, внести в Государственную Думу, пока не рассмотрят его на своем заседании и не проголосуют за него. Поэтому у этого закона еще достаточно такое долгое будущее для обсуждения, вносения туда поправок и так далее. Вы знаете, вот, кстати, мы вчера с одним из волонтеров, очень таким известным, обсуждали тоже этот законопроект. И там есть фунт, например, что волонтерские организации не могут заниматься, ну, скажем, в пользу политических партий. С одной стороны, мне сказали, а что это вы такую норму там вносите? Вроде как Единая Россия там, может быть, должна была бы против. А как раз мы говорим о том, что не должны волонтеры участвовать в политической деятельности. Они должны быть тогда сторонниками. Светлана, спасибо вам большое. Да, у нас мало времени осталось. Да, обсудим мы с вами еще этот законопроект, может быть, и закон уже потом, ну, еще времени до этого. Светлана Журова, член Совета Федерации от Кировской области. Сейчас уходим на рекламу. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Продолжается программа «Дневной разворот» в Кирове. Светлана Уделина, Игорь Рысь. В гостях у нас Олег Ткачев, председатель Совета Кировской областной общественной организации «Молодежные творческие центры», член Общественной палаты Кировской области и также Нина Ершова, руководитель Центра социально-психологической помощи детям, подросткам, молодежи. И говорим мы сегодня о том, что российские сенаторы внесут на рассмотрение Госдумы законопроект, обязывающий волонтеров регистрироваться в специальном реестре. Ну, то есть порыв души и желание помочь придется оформлять юридически. Ну, вот да, за кадром была реплика у Олега по поводу того, что все-таки можно получить деньги волонтерам на какие-то их выезды и деятельности без законов подобных. Мы прежде всего говорим о том, что волонтеры, там, добровольцы, работают в рамках деятельности какой-то организации. То есть организация уже есть, некоммерческая. И для некоммерческих организаций, которые организуют, обычно организуют деятельность добровольцев, есть масса возможностей. Не так давно был, ну, как не так давно, пару лет назад был принят там сороковой федеральный закон, который вносит поправки там седьмой федеральный закон о некоммерческих организациях. Там отдельно прописано такое понятие, как социально ориентированные некоммерческие организации, о том, что государственная власть должна помогать социально ориентированным некоммерческим организациям, а все факты помощи заносить в специальный реестр. Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, получателей государственной поддержки. В любом виде, в виде транспорта, в виде денег, в виде имущества, то есть выделение помещений в аренду, в любой форме. Сколько лет прошло, в Кировской области такого реестра получателей государственной поддержки нет, хотя поддержка идет. То есть нет никакой проблемы, то, о чем говорила Светлана, по поводу технического, юридического оформления, выделения каких-то средств. Есть проблема с прозрачностью выделения этих средств. То есть к кому, как, в какой ситуации. Насколько я понимаю, новый закон о добровольцах-волонтерах, он как бы говорит о том, что механизм выглядит таким образом. Некие организации, которые работают с добровольцами, приглашают своих добровольцев зарегистрироваться и предоставить свои персональные данные, там, федеральный реестр. Если вдруг происходит чрезвычайная ситуация, то деньги по короткому пути выделяются только тем, кто, во-первых, там, среди тех организаций, которые зарегистрированы где-то, как организации, которые работают с добровольцами, которые организуют деятельность добровольцев, зарегистрированных в федеральном реестре. То есть без всяких конкурсов, вот так вот напрямую. Ну, собственно говоря, вот, то есть чужие не прорвутся. Я не согласна, не совсем согласна, Олег, с тобой. Отчасти да, но вообще на самом деле... Ну так обычно и бывает. Деньги нужны, вот выделяемые деньги, не только на поддержку некоммерческих организаций, потому что добровольцы привлекаются, готовятся и оказывают им, добровольцам, помощь в их добрых делах не только некоммерческие организации. У нас есть примеры муниципальных добровольческих центров. Например, в Санкт-Петербурге, в Москве, в Ставрополе, в Казани, в разных городах. И это вполне, так сказать, бюджетно-затратные структуры, которые получают бюджетные деньги и которые направляются на подготовку, на привлечение добровольцев, на обучение добровольцев. Согласитесь, что просто есть добрая воля сделать дело, но у меня нет для этого знаний. То кто меня должен подготовить? Ну, сейчас мы узнаем это у Альваса Лагоматова. Дозвонились мы, это организатор сбора гуманитарной помощи для пострадавших в Крымске. Лев, добрый день. Добрый день. Я вспоминаю те времена, когда как раз собирали гуманитарную помощь, и происходило это на Театральной площади, и тогда вы были у нас в эфире и сказали, что получилось все сделать очень оперативно, как раз благодаря тому, что вам, я точно не помню, но вроде бы вы написали губернатору чуть ли не в Твиттере, он вам ответил, дал добро на это, и как-то все получилось оперативно. Если бы этот закон был принят уже к этому моменту, все получилось бы так же оперативно, и вообще, как вы, в принципе, смотрите на эти изменения? Ну, если бы был закон принят в том виде, в котором он сейчас существует, вот в этой редакции, то я думаю, что гуманитарной помощи вообще бы не состоялось. Просто-напросто. А что препятствовало бы? Потому что мы бы начали входить в какую-то процедуру, которая прописана в законе, это потребовало определенное время, нервов, усилий, вот, ну и, так сказать, как бы, помощь уже, наверное, бы уже тогда опоздала окончательно, вот, а тот случай, который произошел в июле, это ручной случай, это, так сказать, индивидуальный, который подтверждает правила, с которыми я столкнулся, когда вот столкнулся вот с гуманитарной помощью, с волонтерами, я вдруг убедился в том, что у государства абсолютно отсутствует интерфейс взаимодействия с подобными гражданскими инициативами, в том числе с волонтерскими. Когда я стал взаимодействовать с управлениями, с департаментами, я вдруг понял, что они не знают, как со мной разговаривать, и начинают перекидывать с одного на другое. Ну и вот губернатор взял ответственность и как бы волевым порядком решил, собирайте. И мы начали это делать. Но это ручной такой случай индивидуальный. Системы нет. Но так все-таки нужен вот этот закон или нет? Да, но может быть сейчас как раз нет системы, если примут закон, то как раз система и будет. Значит, эта система, насколько я понимаю, изучает вопрос, создана не для того, чтобы отрегулировать, а для того, чтобы зарегулировать. Чувствуете разницу, да? И когда человек, повинность какому-то своему, гражданскому, добровольному порыву идет помогать вечером больным бабушкам или детям, или еще какие-то действия производит в свое неурочное время, то я думаю, что он не пойдет в какую-то организацию для того, чтобы его там зарегистрировали. Это, наоборот, отполкнет и отпугнет вот таких вот людей. Потому что это уже какая-то чувствуется ну какая-то система, которая потом вряд ли что-то сможет дать. Да, они, собственно говоря, и не просят, чтобы им что-то дали. Вот, понимаете? Вот. Тут этот закон, этот законопроект у нас с волонтерскими организациями так очень сложно. Их очень мало. Настоящих таких вот добровольческих. Есть много фальшивых. Ну, искусственных, скажем так. Вот. А вот таких настоящих мало. И вот я думаю, что эта инициатива, она может добить окончательно. Ну вот смотрите, с другой стороны, все-таки это будет официальная федеральная структура. Там, к примеру, какая-то комиссия этим будет заниматься. С сайты, с реестром людей. Мы создадим такую структуру, мы создадим такой реестр, записи. Туда запишутся куча вот таких вот созданных искусственным образом добровольческих общественных организаций. И толку что? Когда я столкнулся с системой вот помощи, для гуманитарной помощи, я пришел, значит, в одну организацию, говорю, ребята, вы же добровольцы, вы же занимаетесь с ним, волонтеры. Да, мы волонтеры. Так давайте, помогите. Извините, у нас сейчас поездка во Францию, и мы, значит, занимаемся обменом опытом. Все. Вот таким образом и будет действовать. Ну, то есть вы думаете, нам просто сейчас, вот мы говорили со Светланой Журовой, да, и вот про этот законопроект, вот как раз говоря, то, что будет, да, как Игорь, ты сейчас это повторил, и определенная организация, которая будет этим заниматься. Если у нас сейчас очень много волонтеров, и непонятно где они, кто чем занимается, кто может какие-то чем-то помочь, непонятно чем, то здесь как раз будет структура, может быть, как раз это и поможет. То есть вы считаете, что нет? Я считаю, что получится, как всегда. Вас услышали. Спасибо за комментарий. Лев Саламатов, организатор сбора гуманитарной помощи для пострадавших в Крымске, блогер. Такая точка зрения. Слушатели 708-502, совсем мало времени остается. Может быть, у вас тоже есть точка зрения по поводу этих изменений, касающихся волонтеров. На сайте у нас опрос, что вы готовы делать бесплатно. Пожалуйста, заходите, проголосуйте, несколько вариантов ответов, и сейчас уже буквально через несколько минут мы озвучим результаты опроса. У нас тем временем на линии Михаил Курашин, вице-спикер законодательного собрания Кировской области. Михаил, добрый день. День добрый. Да, ну что вы думаете по поводу этого законопроекта? Ну, как мне кажется, данный законопроект является еще одним таким шагом в череде достаточно бессмысленных таких актов, направленных на то, чтобы формализовать или взять под контроль гражданского общества. То есть, сама по себе идея регистрации волонтеров, заключения договоров и составления реестров, она на самом деле достаточно абсурдна. По одной простой причине, что есть люди, которые занимаются этим делом разово, есть люди, которые вот по порыву души там увидели какое-то событие, там увидели какое-то кого-то, нуждающегося в помощи и как следствие отозвались на это и приняли участие. Не кажется ли вам, что, ну вот у нас государство сейчас пытается все регулировать и в том числе и людей, которые в большом количестве собираются вместе, это тоже как такая параллель к этому. Много людей, надо иметь контроль. Да, это вот, на мой взгляд, задача задушить неправительственные организации, задушить именно, скажем так, форму проявления свободного, там, мнения, высказывания свободного мнения, и ничего больше в этом законе я не вижу. вас услышали. Спасибо вам за комментарии. Михаил Курашин, вице-спикер законодательного собрания Кировской области. Еще одно мнение. Ну что, совсем мало времени остается. Что вот, сейчас у нас было несколько спикеров, да, Олег, что можете сказать? Все-таки, да, законопроект рассматривает, а денег-то все равно на это нет. Деньги не нужны. На самом деле, деньги не нужны, если не награживать государственных структур, которые будут, там, полномоченными органами, которые будут управлять, вести реестр. На самом деле, сайт уже давно есть, зарегистрироваться можно, волонтерские книжки выдаются, и более того, каждому региону, каждому субъекту федерации выдается план, сколько, сколько волонтеров, там, с волонтерскими книжками должно быть в каждом регионе. Это уже идет, кстати говоря, не первый год, но только без шума и без пафоса. Мы всегда так скептически относились к раздаче волонтерских книжек и никогда не принимали участие, там, никогда не предлагали тем людям, которые нам помогают, там, пойти на сайт и зарегистрироваться. Но вот сейчас принимается закон, который делает это как бы полуобязательным занятием. К сожалению, Олегу уже нет этих книжек, то есть уже министерства нет, книжек этих нет, обязательности выдачи этих книжечек тоже нет. Но есть потребности у некоторых людей, кто, ведь мотивы участия в добровольческой деятельности разные. Кто-то может расти профессионально, как добровольец в какой-то сфере и состояться потом как профессионал. У кого-то есть мотив самоутверждения в деятельности, ему необходимо подтверждение в том числе какое-то или общественное признание. и потребность, вот мы работаем с большей частью с молодыми добровольцами, с теми, кто является школьниками или студентами, и их отношение тоже разное к добровольческим книжкам. И очень многие хотят иметь добровольческую книжку, и почему бы и нет. Да, но книжки-книжки мне очень хочется, чтобы, вот предположим, вот хочет человек стать волонтером, хочет помочь, а он не знает, куда пойти и как помочь, чтобы вот была какая-то структура, чтобы это было понятно, чтобы в итоге те люди, которые нуждаются в помощи, чтобы они эту помощь помогали, вот она суть-то где. И обозначали в том числе, что вот где-то, да, что у нас есть потребность Если на самом деле хочешь, мне кажется, я сегодня пришел к этому выводу сейчас, то найдешь в любом случае, потому что, как оказывается, все есть и деньги можно выделять и выделять готовы. Что вы готовы сделать бесплатно? Мы задавали вам такой вопрос. Помогать нуждающимся 11,9% нести культуру в массы, о чем Света сегодня упоминала, 23,8%, охранять общественный порядок 7,1%, благоустраивать свой подъезд, дом и двор большинство 31%, то есть дальше своего двора особо никто ходить не хочет и ничего не готовы делать на втором месте 26,5%. Ну, кстати, тоже немало. Светлана Удельна, Игорь Рисев, дневной разворот в Кирове. Спасибо, что сегодня были с нами гости. Услышимся. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова